Как ты, Афиф? Ты в порядке? Я в порядке. Спасибо, что позволил мне говорить. Я бывший мусульманин, ныне атеист, а также ютубер. У меня есть несколько вопросов относительно джихада. Моя цель – это бросить вызов общепринятому убеждению, что ислам – это мирная религия, и что джихад разрешен только в целях самообороны. Так что есть повествование, которое я хочу провести. Это из «Сахих Муслим», хадис номер 22. Подожди, подожди. Я чувствую, что ты говоришь по сценарию, и ты просто зачитываешь его. Понимаешь, это дискуссия, верно? Как дела? У тебя все хорошо? Да-да, дела идут очень хорошо. Обычно я не позволяю людям, у которых есть разные каналы определенной направленности, выступать на моем. Потому что я считаю, что они просто тратят время впустую. Если бы они были искренними, они бы уже услышали эти ответы от кого-то. Но я стараюсь дать хотя бы один шанс человеку, с которым разговариваю, хотя бы один раз. Ты в начале этого разговора или монолога, с которого ты начал, ты сказал, что я бывший мусульманин. Да, сэр. Хорошо. Есть ли приверженцы какой-либо другой религии на Земле, которые говорят, что я бывший христианин, или я бывший индуист, или я бывший атеист, или я бывший агностик? Ты когда-нибудь слышал это? Я очень редко слышу это. Хорошо. Так почему же единственные люди, которые, между кавычек, оставили ислам, приходят и в начале разговора говорят о себе что-то из своего прошлого, к которому они на данный момент не относятся? Ты ушел из ислама. Теперь ты бывший мусульманин. Почему ты говоришь о чем-то, что уже оставил? Я лишь пытаюсь помочь людям понять мое прошлое, что я был мусульманином, и они понимают, откуда я родом, и тот факт, что у меня есть понимание основ ислама. Вот как я представляю себя, когда я говорю об исламе. Позволь мне задать тебе вопрос. Только потому, что кто-то ушел из ислама, означает ли это, что он знает основы ислама? Я думаю, это правда. То есть ты думаешь, что каждый, кто оставил ислам, знает основы ислама? Это мое предположение, да. Это ошибочное предположение. Есть много примеров людей в интернете, которые утверждают, что они оставили ислам, который даже не знает основы ислама. Есть десятки видеоонлайн подобных людей. Десятки скриншотов из соцсетей, в которых они заявляют, что оставили ислам, не зная даже основы ислама. И ты утверждаешь, что знаешь основы ислама. Да, сэр. Ладно, можешь сказать мне, что это за основы? Какие основные основополагающие вещи? Пять столпов ислама — это шахада, декларация веры. Хорошо. Пять ежедневных молитв, выдача заката. Хорошо. Какой процент заката должен быть отдан? Я полагаю, что это 2,5% от ваших сбережений. Какие это сбережения? Похожие на сбережения, которые у тебя есть, например, на банковском счёте на сумму один год. Один календарный год по мусульманскому календарю. Хорошо. Если я сберегу 100 фунтов на своём банковском счёте в течение одного года, я даю 2,5%? Я думаю, что это что-то вроде суммы сверх несаба, которые ты должен отдать. Ты знаешь, какой уровень несаба? Нет, я не знаю. Ты сказал, что знаешь основы. Как ты можешь отдать закат, если не знаешь даже уровень несаба? Необходимо знать уровень несаба, потому что это обязанность каждого мусульманина отдавать закат. Поэтому ему нужно знать, чтобы он мог отдать закат. Хорошо? Да, но я оставил ислам ещё до того, как начал зарабатывать деньги. Так что это не имело особого отношения ко мне. Хорошо. То есть у тебя не было достаточно денег в твоей жизни, чтобы отдавать закат? Нет, не до того, как я ушёл из ислама. Шахады, молитвы, закат, пост в месяц Рамадан. Хорошо. И хадж. О, ты знаешь хадж. Да, и я также хафиз. Но я знаю о хадже. О, ты даже хафиз? Да. Хорошо. Позволь мне проверить тебя. Читай. Да, я просто привык так говорить. Ты читаешь. Твои глаза явно разоблачают тебя. Зачем ты обманываешь хафиз? Зачем? Ты должен быть более честным человеком. Подожди, подожди. Хорошо. Посмотри. Повернись в сторону двери позади тебя. Посмотри на дверь позади тебя. Ладно. И прочитай для меня. Продолжай. Но я не помню. Я не читал Коран где-то 3 или 4 года. Но ты же сказал, что хафиз, какая это сура? Нет, нет. Посмотри. Смотри туда. Пожалуйста. Ладно, какая это сура? Я понятия не имею. Но как ты можешь быть хафизом, если ты не можешь закончить этот аят? Я не читал Коран около 4 лет. Хорошо. Ладно. Прочитай. Давай, хафиз. Да. Я не знаю. Я не могу вспомнить. Ты не можешь вспомнить какая это сура? Я понятия не имею. Хорошо. Нет, нет. Это ведь самое начало суры Ан-Ам. Почему ты поворачиваешься посреди экзамена? Я повернулся, чтобы посмотреть кое-что. Нет, нет. Я хочу проверить тебя. Ведь ты утверждаешь, что хафиз. Да. Хорошо. Читай. Какая это сура? Это сура Аль-Кахф. Сура Аль-Кахф. Правильно. По крайней мере, ты знаешь ее. Так что это простые вопросы, которые ты можешь знать. Например, сура, которую мусульмане читают в пятницу. Но заявлять, что ты хафиз, и ты не можешь ответить на простые вопросы, которые я задавал тебе. Как начало суры Ан-Ам. Ты не смог ответить на простые вопросы, которые я задавал. Как конец суры Марьян. Ты не смог закончить. Поэтому не заявляй, что ты хафиз Корана. Нет, нет. Я помнил Коран в прошлом. Но очевидно, я не читал в течение 4 лет. Значит, прямо сейчас ты не хафиз. Ты забывший. Это противоположность хафизу. Хорошо, хорошо. Поэтому всякий раз, когда ты идентифицируешь себя, говори, что я забывший, а не хафиз. Хорошо, нет проблем. Хорошо. Когда ты говоришь людям, что ты хафиз, это означает, что ты полностью запомнил Коран. Это и значит хафиз. Это не означает в прошлом. Это похоже на то, как ты спрашиваешь меня, кем ты работаешь. Я говорю, я дантист. В то время, как я больше не работаю дантистом. Поэтому я не могу сказать это. Потому что я больше не идентист. Хорошо, справедливо. Мое намерение не было сказать, что я помню весь Коран сейчас. Но я хотел сказать, что я выучил Коран, когда был мусульманином. Я знаю, я знаю, что если ты спросишь меня Суру Марием или Суру Тога или Суру Фуркан, я не буду знать. Да-да, хорошо. Ты просто не помнишь. Нет проблем. Хорошо. То, что я хотел спросить, это джихад. Это хадис из «Сахих Муслим», хадис номер 22, в котором говорится, сообщается, что Абдуллах ибн Умар сказал, «Посланник Аллаха, да богословит его Аллах и приветствует, сказал, «Мне было велено сраждаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и не станут совершать молитву и выплачивать закат. Если же они будут делать это, то защитят от меня свою кровь и свои имущества». Поэтому пророк Мухаммад сказал, что кровь и имущество людей будут в безопасности от него. Только в том случае, если они скажут, что нет Бога, кроме Аллаха, и совершают молитву и выплачивают закат. Значит ли это, что кровь и имущество мирных немусульман, которые не беспокоили пророка Мухаммада, не были в безопасности от него? Потому что они не свидетельствовали шахаду и не платили закат. Если это так, то почему? Ответ таков. Ты не можешь взять исламскую традицию с одним хадисом, а затем, основываясь на нем, составить своего рода веру или постановление, а затем оставить тот факт, что существуют десятки тысяч других хадисов, и оставить тот факт, что есть Коран, который дает тебе постановление о том, что делать. Ты не можешь взять хадис, который ты упомянул сейчас вне контекста, а затем обобщать, что это единственное, что могут делать мусульмане, и единственное, что делают мусульмане. Аллах ясно упоминает в Коране, что люди, которые не уверены, они выплачивают то, что называется джизья, которое упоминается в девятой суре Корана. Глава 9, какой стих? Стих 20. Нет, стих 29. Ты можешь прочитать стих с самого начала? Да. «Катилу ладзина ла юминуна биллахи вала бил йоми ла ахрии, вала юхаримуна ма харрам Аллаху, вала ядзину ладзина ла хаqqim.» Нет. «Вала юхаримуна ма харрам Аллаху ва Расулу». Так что ты очень хорошо знаешь, что есть нечто, называемое джизья, и ты читаешь хадис Пророка, аляхи салату ва салам, и ведешь себя так, как будто нет альтернативного варианта. Хотя в Коране это четко говорено. И сура Туба – это одна из последних глав, которые были ниспосланы. Это ясно изложено в Коране. Теперь хадис, который ты процитировал, говорит «Умирту ан-укатил ан-нас». Ты ведь понимаешь арабский? Да, совсем немного. Я индийец по происхождению. Хорошо, хорошо. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Так что «укатль» – это из глаголов, говорящих об участии. Ты можешь сказать мне, что такое глагол «участие»? Честно говоря, я не знаю. Хорошо. По крайней мере, ты честен. Мне нравится это. Глаголы «участие» в арабском языке используются, когда два человека совершают действие или участие. Поэтому «укатль» здесь значит «действие совершает два человека». Это не может делать один человек. «Актуля» – это убивать. А «укатля» – это сражаться. А для того, чтобы сражаться, тебе нужен еще один человек, который сражается с тобой. «Укатля» – значит «сражаться с людьми». Это глагол «участие». Поэтому тебе нужен другой человек. И единственный человек, против которого ты можешь сражаться – это мужчина-боец. Потому что любой другой ребенок, женщина, пожилой мужчина, священник и так далее, пророк, мир ему, ясно запретил сражаться против них. Поэтому теперь мы все понимаем в контексте. Поэтому, когда пророк говорит здесь «умирту ан-укатль» – это относится к другим бойцам-мужчинам. Поэтому пророк, мир ему, было приказано сражаться с другими бойцами-мужчинами. Здесь говорится «нас». Что означает «нас»? Но это означает «люди в целом». Люди, включая даже мусульман. Да. Так что, согласно твоему пониманию, ты идешь воевать даже с мусульманами, потому что ты вырываешь хадис из контекста. Хадис ничего не говорит о религии кого-то. Он говорит «ля иляха илляллах». Может, есть мусульманин, который не говорит «ля иляха илляллах», и не молится, и не дает закат. Так что, по твоему пониманию, нам нужно сражаться с этими людьми, а также с остальными людьми. Как я сказал, мы принимаем хадис в соответствии со всеми остальными его частями. Так что хадис «Умерту анухат илян-нас», и если ты посмотришь на этот хадис, воспринимай все его части. Это значит, что пророку было велено донести послание. Послание должно быть доставлено всем. Поэтому, если есть сторона, которая запрещает нам передавать послание другим людям, тогда мы должны сражаться, и мы будем бороться против правительства этой страны, чтобы ислам распространился в этой стране. Или для того, чтобы послание было доставлено людям этой страны. И когда ты входишь в эту страну, тебе не дозволено заставлять людей принимать ислам. Но ты будешь сражаться с правительством. Ты захватываешь правительство, чтобы послание дошло до народа. У пророка, алейхи саляту вассалям, была методология. Сначала он отправлял письмо. Как он отправил письмо персидскому царю, царю Византии, Бахрейна, он отправил письмо к этим царям. И он сказал им принять его как посланника Бога. И они отказались. И тогда пророк сказал им «Хорошо, оставьте мне проповедовать послание». И они сказали «нет». И тогда он сказал «Хорошо, давайте заключим договор, в котором мусульмане-торговцы будут торговать на ваших землях и распространять послание таким образом». И они сказали «нет» и начали преследовать людей. В этом случае мусульманам действительно разволено сражаться с этим правительством, чтобы послание ислама распространилось на всех. И когда ты смотришь на жизнь пророка, алейхиссаляту вассалям, ты увидишь применение этого. Были ли не мусульмане, живущие с пророком, алейхиссаляту вассалям, в Исламской империи? Правильно или неправильно? И они не были убиты. И тогда ты явно не понимаешь хадиса. Потому что если хадис означает то, что ты подразумеваешь, это означает, что пророк должен был сделать с ними что-то. Нет. Он установил что-то, что называется джизья. И они платили джизью, которая упоминается в Коране, в стихе, который ты прочитал. Ты ошибся с номером, но чтение было правильно. Так что это наше понимание хадиса. Это ясно? Да. Мой вопрос таков. Это тот аят, к которому я хотел вернуться, к началу 29 аята, который говорит… Я прочитаю перевод очень быстро. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют в Аллаха не в последний день, которые не считают запретным то, что запретил Аллах и Его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Поэтому мой вопрос. Эти стихи, которые были даны в конце жизни пророка Мухаммада, как ты упомянул. Сура Аттоба является одной из последних сур в Коране. Так что же получили пророк Мухаммад и его сподвижники от вторжения на другие территории? Убивая их мужчин, забирая их женщин в собственность, разве ислам позволяет? Хорошо, хорошо. Теперь ты делаешь утверждение. Приведи доказательства. На какие территории они вторглись и убили мужчин и забрали их женщин в свою собственность? Прошу. Смотри. Ты солгал вначале о том, что ты хавис, и теперь ты делаешь еще одну ложь. Ты выставляешь себя в плохом свете, что нехорошо. Куда мусульмане вторглись, забрали имущество других людей и забрали их женщин? Как ты утверждаешь? Да. Ты сказал, что они вторглись на чужую землю? Да. И на этой земле они забрали имущество и женщин? Да, да. Дай мне доказательства. Я приведу доказательства. Но дай мне только одну секунду. Я просто хочу сказать, что… Я не могу дать тебе секунду. Сначала приведи доказательства. Ладно, ладно, я дам тебе доказательства. Я знаю, что ты не всезнающий. Да. Мы только что проверили тебя на Коране. Хорошо. Хорошо. Бану Курайда и Бану Аль-Мустадыр. Бану Курайда. Что произошло с Бану Курайда? Ну, Бану Курайда хотели предать пророк Мухаммада, когда у них было соглашение в битве Аль-Ханда. Нет, они уже предали его к тому моменту. Не просто планировали, они предали его. Но они не взялись за оружие. У них не было шансов, потому что… Курайшиды… Нет, нет. У них не было шансов, потому что им не хватило времени. И пророк быстро вернулся. Да, да. Это не значит, что они не предали его. Да. Только потому, что у них не было достаточно времени, чтобы убить его. Значит ли это, что они не предали его? Верно. Хорошо. Так что этот инцидент Бану Курайда показывает твой ложь. Потому что они не вторгались и не забирали их имущество из женщин, и делали то, что ты утверждаешь. На самом деле был договор. И они нарушили договор. А потом была битва. Затем была осада. И это была война. Так что это было не то, что ты утверждаешь. Это была группа людей, предавших договор. И они пытались убить мусульман и захватить их земли. Это то, что они намеревались сделать, пытаясь напасть на мусульман со спины. Захватить их землю и забрать их женщин. Факт в том, что Бану Курайда хотели сделать то, в чем ты обвиняешь мусульман, что они сделали. А теперь приведи мне четкий пример, в котором мусульмане вторглись на землю и забрали их дома, как ты утверждаешь. А затем забрали женщин из этой земли. Прошу. Ладно, конечно, есть одно повествование, которое я не имею передо мной. Но там написано, что во время битвы при Хунейне посланник Аллаха отправил нас в Аутаз. И мы захватили группу превосходных женщин. То есть во время битвы при Хунейне. Так что это была битва, война. Да, мусульмане сражались против кафиров. Да. Так что это не подтверждает то, что ты говоришь. Это не было то, что они вторглись в определенную землю и захватили то и это. Так что теперь ты утверждаешь, что они взяли военнопленных, Аутаз. Да. Но это не было твоим утверждением. Ты утверждал, что они вторглись в землю и взяли женщин на этой земле и забрали имущество на этой земле. Да, сэр. Потому что в исламе нет такой вещи. Есть военнопленные. Мелькульямин. Это то, что ты пытаешься упомянуть сейчас. Это существует на войне. Эти люди берутся только как военнопленные. Если я вторгаюсь на землю и завоевываю землю и завладеваю землей, мне не разрешено брать Мелькульямин из горожан, которые живут на этой земле. Это неправда. Ладно. Давай приведи мне доказательства из Корана и Хадисов, что ты можешь сделать кого-то свободного, Мелькульямин. Хорошо. Кроме как на войне, приведи мне ученого, который сказал это. Давай. Нет, нет. Доказательства. Когда ты вторгаешься в чужую землю и убиваешь их мужчин и забираешь их женщин, разве это не удовлетворяет условия брать женщин в качестве секс-рабынь? Нет, нет, нет. Опять же. На войне, если мы сражаемся с другим народом и мы берем военнопленных, это не относится к горожанам на земле. Например, когда мусульмане взяли Андалусию, ныне Испания, или Египет, когда они отправились в эти разные части мира, воюясь с Византийской империей, они не шли и не брали женщин, которых хотели из населения. Это какой историк знает, о чем ты говоришь? Опять же, я спросил тебя, где доказательства того, что ты можешь сделать это? Есть ясный хадис пророка, который говорит, что ты не можешь сделать свободного человека рабом. И это вообще известно среди ученых, что единственный способ, которым кто-то может стать в Мелькульямин, это быть военнопленным. Это единственный путь, который остался открытым в Исламе. Ты не можешь взять свободного человека, как это делали люди на Западе. Они привыкли брать свободного человека, а затем порабощать его. Ты христианин, Афиф? Нет, я атеист. Ты не христианин. Нет, нет. Ты никогда в жизни не был христианином. Нет, я раньше был мусульманином. Тогда откуда ты берешь понятие о том, что правильно, а что нет? Правильное и неправильное? Да, да. Ну, от сочувствия, от способности понимать боль и страдания людей. Поэтому я понимаю, что правильно, а что неправильно. Например, я знаю… То есть, если есть страдания, значит это неправильно? Если я страдаю… Это неправильно? Да, сэр. Если ты причиняешь страдания кому-то другому, да. Но вначале ты сказал просто страдания. Что насчет меня, если я причиняю страдания себе? Ну, да, как бы это тоже неправильно. То есть, неправильно? Да. Если, к примеру, я учитель по боксу, и я причиняю страдания моему подопечному, чтобы он научился боксировать. По-твоему, это неправильно? Ведь я причиняю ему страдания. Если я причиняю ему страдания, тренируя этого человека каждый день, будя его по утрам, говорю ему бежать и тому подобное? В этом есть страдания? Да. Поэтому, по-твоему, это неправильно? Потому, как я учу его защищаться, вывожу его за его пределы. То есть, это неправильно? Я думаю, я дал неправильное определение. Я думаю, можно добавить туда согласие. Например, если страдание вызвано без чего-либо согласия, тогда это было бы неправильно. Хорошо. Если я не даю согласия, и я чувствую зубную боль в моем маляре, который причиняет мне страдания, что на самом деле дает мне знак, что мне нужно пойти к врачу, чтобы вылечить зубы. То есть, это плохо? Ну... То есть, это боль, которая помогает мне спасти мои зубы от потери зубов. Это плохо, по твоему мнению? Да. Ладно. Я думаю, что это конец этого разговора. Ты можешь дать мне минутку? Нет, нет. Я не могу дать тебе минутку. Хорошо, нет проблем. Все, что я скажу тебе, Афиф, это следующее. Как атеист, у тебя нет оснований говорить кому-либо, что правильно, а что неправильно. Потому что у тебя нет объективных моральных стандартов, которые ты можешь навязывать другим. Ты не можешь прийти сюда и сказать, что это неправильно. Ты лишь можешь говорить субъективно, что ты думаешь. Как ты сказал, сочувствие и сострадание. Это субъективное мнение. Ты не можешь прийти сюда и попытаться навязать это нам. И сказать, что Ислам говорит это, Ислам говорит то, и это неправильно. Почему Ислам говорит это? Потому что у тебя нет критерий для того, чтобы определить, что объективно правильно и что объективно неправильно. Хорошо? В любом случае, я ценю, что у тебя есть хотя бы немного честности, потому что ты солгал. Но я ценю, что, по крайней мере, я бы сказал, у тебя хорошие манеры, которые ты показал в обсуждении. Хорошо. Большое спасибо. Я дам тебе возможность еще раз прийти. Если хочешь прийти и поговорить, я дам тебе эту возможность. Я ценю это. Без проблем. Пока. Ассаляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала Призыв Дава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.